Арена. Её ждут все. Однако, что же случится с Тарковым? Этим вопросом я задаюсь с самого момента её анонса. И если быть честным, каким-то позитивным выводом мне дойти очень сложно. Вы на канале Distract, а с вами Дима. Почему мы выбираем Тарков? Здесь уникальная система моддинга оружия, лутинг всяких предметов и борьба за то, чтобы вынести их невредимым. Но лично я выбрал Тарков за его уникальную систему ПВП. Мне нравится стреляться, придумывать тактики, прыгать. Весь этот процесс в целом. И борьба с каким-то ЧВК, у которого такие же виды на эту игру, доставляет просто нереальный кайф, вне зависимости от того, победил ты или же проиграл. Однако, есть другой тип игроков. Вот допустим, недавно на стриме я лутался около 35 минут. Таймер красный, иду на выход. А там два тела на протяжении всего этого времени просто лежали и ждали, пока кто-то придет на выход. Жаль, патронов не было, чтобы их перебить. Вся эта подводка к моему первому опасению. Что игроки, которые просто устали от людей, сидящих на выходах, в кустах, от читеров, забудут про Тарков и пойдут в арену. Ведь нафига терять лут и прочее, если можно терять ПТСы? Это значит только одно. Нормального ПВП станет в разы меньше. Вторая проблема, это уменьшение онлайна. У нас есть ситуация, которая точно гарантирует отток аудитории. Но что будет противовесом к этому? В том плане, зачем вообще играть в Тарков, когда есть арена? Мы не знаем, как именно будет связана арена и Тарков. Все, что нам известно, это то, что опыт, умения и навыки будут расти как в арене, так и в ЕФТ одновременно. Ну и снаряжение можно будет оттуда выюзать. Но как по мне, это наоборот, только больше повод проводить время именно в арене. Ибо ты будешь прокачивать опыт, навыки и прочее, не во время выполнения скучных квестов или лутинга, а во время интересных перестрелок. Еще как аргумент скажу то, что арена дешевле, а для многих вообще бесплатна. С другой стороны, арена это проект, который метит на роль CSGO. Другими словами, стать киберспортивной дисциплиной, что означает приток совершенно новой и более широкой аудитории. А так как арена и Тарков очень близко между собой ходят, то означает и приток новой аудитории в Тарков тоже, что может оказать действительно позитивный эффект. Но тут есть и другая проблема. Если же арена не дотянет до уровня киберспорта, то и в широкие массы она тоже далеко не уйдет. И будет исполнять как раз таки ту самую функцию вытягивания более активных игроков в себя. Кратко напомню про бусте. Есть регионы для фарма, куча обучающего контента и низкие цены. Не то чтобы итоги, но давайте просуммируем все вышесказанное. Если арена становится хорошим, популярным проектом, то это новая аудитория. Если же нет, то это полная жопа. Она дешевле, заставляет волноваться меньше, более интересная, динамичная. Зачем страдать, когда можно не страдать? Что означает только одно. Большинство игроков, что любят именно ПВП, выберут ПВП, а не лутинг каждый второй рейд, а потом откисалить и голова глаза. Более того, арена будет менее требовательней, в ней выше тикрейд и в целом лучше оптимизация. Кому вообще будет нужен Тарков на фоне вот этого? Я не говорю, что арена равно смерть Таркова, но боюсь, что в какой-то момент он может стать просто ненужным, как разработчику, так и игроку. Спасибо, ребята, что досмотрели до конца. Если ищешь друзей, у нас есть Дискорд, а в Телеграме самые свежие новости. Увидимся в следующий раз. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok